Я буду презентовать некоторые лекции о философском дискурсе о модернии. 11 сентября должна что-то нам напомнить, напомнить о событиях, которые произойдут через 21 год после этой речи. Как забавно опять-таки выглядят эти фразы. Предполагается, что мы, находясь в 80-м году, должны вспомнить о чем-то, что произойдет в 2001. Но у нас есть эта возможность, поскольку сегодня на дворе 2020 год. Так вот, Юрген Хабермас как раз и пытается понять, что же, грубо говоря, пошло не так в нашем шоу под названием «Рационализм», «Просветительство», «Модерн» и почему «Модерн» как проект, по сути дела, завалился. Во-первых, для «Модерна» характерно стремление к созданию некой единой универсальной системы взглядов на мир, некой единой картины мира. «Модерн» пытается свести все разнообразие мира к некой единой универсальной схеме. Ну, естественно, все, что в эту схему не вписывается, подлежит либо игнорированию, либо уничтожению. Во-вторых, оказывается, что человеку должно быть доступно знание о такой единой концептуальной схеме. И на этом предположении строится вообще вся европейская метафизика, ну, а по сути дела, вся европейская философия в целом, философия вообще как мероприятие. В-третьих, предполагается, что чем больше у нас будет знания, которое основывается на рациональных основаниях, тем лучше будет становиться наш мир. Ну, эта идея идет еще от Платона. Платон так и считал, что люди совершают зло, потому что они не знают. Если они становятся образованными, если они знают, если они понимают причины своих действий, если они согласуют причины своих действий с неким логосом, с неким мировым разумом, с некими принципами, правилами, то тогда всем станет, в конце концов, легче жить. Легче жить станет, потому что моя деятельность будет все более рациональной. Общество, соответственно, тоже будет все более рациональным, более разумным, а это значит, что мы будем искоренять последовательно, искоренять несправедливости, недостатки и прочее, прочее, прочее. Кроме этого, возникла мысль, что можно истории помочь. Если пока что история развивается не очень разумно, но мы уже выяснили, какой она должна быть, то тогда можно заняться практическим действием. Как учил нас дедушка Маркс, философы лишь различным образом объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить. Правда? Маркс считал, что изменить мы его можем только в той степени, в какой он уже готов к этим самым изменениям. Никакого искусственного действия, никакого произвольного воздействия на историческую необходимость мы произвести не можем. Существуют массивные социоэкономические законы, которые управляют жизнью общества в целом и каждого его конкретного члена. Поэтому вероятность того, что какой-то человек, либо группа людей смогут навязать свою волю всему обществу, с точки зрения Маркса, такая вероятность вообще практически равна нулю. Почему? Потому что это невозможно в принципе. Общество развивается не потому, что кому-то так захотелось, а потому что есть отношения определенные. А отношения, как мы успели убедиться на примере и отечественной истории в том числе, невозможно поменять декретами, законами, правилами, нормами и распоряжениями. Во всяком случае, делается это не так быстро, как нам хотелось бы. Однако сама мысль о том, что мир можно отредактировать, отфотошопить, она берет свое начало не в наше время. Она появляется намного раньше. Критики демократии подчеркивают обычно, что у демократии, как у политического режима, есть один большой недостаток или по крайней мере одна большая проблема – обеспечение солидарности. Все подчеркивают, что тоталитарные общества, ну, как минимум, авторитарные, обеспечивают гораздо большую солидарность людей. Как легко и приятно жить, когда у тебя за спиной есть надежная идеология, надежная партия, как громящий кулак, используя выражение Владимира Владимировича Маяковского. Как легко и просто жить, когда ты точно знаешь, как правильно, а как неправильно. Вспомните даже романтический фильм «Место встречи изменить нельзя», именно об этом говорит Шарапов. Говорит, на фронте все было понятно, вот здесь мы, а там они враги. А тут, говорит, не поймешь, отзывается он о своей работе в органах уголовного розыска. Тут я уже сам себе, говорит, доверять перестаю. Его возлюбленная девушка жалеет его. Говорит о том, что на новом месте трудно, что не уверен он в себе, потому что проявить себя пока еще не может. Но делали только в этом. Оказывается, что интересы народа, неважно какого именно народа, германского, советского, реализуются за счет части этого народа. И зачастую эти части оказываются очень значительными. Иными словами, в жертву Молоху рационального переустройства мира, его улучшения, нужно принести человеческие жизни. Если враг не сдается, его уничтожают. Казалось бы, если тоталитаризм уничтожает своих противников, кто может оказать ему сопротивление? Такое сопротивление оказывает время. История. Тоталитарный режим, как проявление идеи единой универсальной схемы, единого способа реагирования, единого способа управления всем обществом, несостоятелен. Мир, еще раз и еще раз, гораздо богаче, чем все наши самые смелые и инклюзивные представления о нем. Именно тоталитарные режимы XX века, вкупе с войнами, которые они породили, были главной причиной разочарованности человека в проекте модерна. Самые лучшие изобретения человеческого разума могут быть использованы против него. Для того, чтобы рациональная схема и настройка не сбивались, нужно убрать все те факторы, которые вызывают возмущение, отклонение, флуктуации. И таким образом вынуждают систему реагировать нестандартным образом, чего она в принципе сделать не может. Репертуар реакций тоталитарной системы очень ограничен. Точно так же, как очень ограничен репертуар реакций человека, который далек от того, что называется осознанность, mindfulness, сати. Мы искривляем мир, мы подстраиваем его, равно как и самих себя, под ту самую схему, которую мы приняли вначале. Но насколько осознанно мы принимаем эту схему, где грань между тем, что я рационально принял для себя в качестве программы действия, и тогда я имею полное право на это, и тем, что было воспринято мною некритично из самого общества, из самой культуры, в которой я воспитывался. У Аркадия и Бориса Стругацких есть такая фраза. Они говорят, «Волк говорит волчонку, кусай, как я. Заяц говорит зайчонку, убегай, как я. А человек говорит человеку, думай, как я. А вот это уже преступление». Как научиться думать по-другому? Может ли быть такая ситуация, когда человек научится думать по-другому, независимо от других? Нужно ли к этому стремиться? А как же традиции, скрепы, ценности, которые мы хотим передавать из поколения в поколение, а тут каждый думает, как ему вздумается? Хаос начнется в обществе, вот поэтому мы и хотим единую рациональную схему. Вот поэтому я, протягивая руку человеку для приветствия, ожидаю, что он пожмет мою руку, а не плюнет в нее. Потому что это рациональная схема, которую мы приняли. То, что модерн является незавершенным проектом, трагедия самого модерна, чтобы жить согласно идеалам рациональности, для этого нужно сначала поверить в эту рациональность. Для этого сначала нужно ей научиться. И потому модерн – это удел образованных, достаточно образованных людей. Или, по крайней мере, это удел того общества, чье мировоззрение формируется такими людьми. Таких людей принято называть элитой. Однако конец модерна связан в частности с тем, что элита не справилась со своей задачей, а, возможно, потому что она справилась с ней слишком хорошо. 13 марта 1988 года газета «Советская Россия» публикует статью Нины Андреевой под названием «Не могу поступаться принципами». В этой статье до сей поры никому неизвестная преподавательница из Санкт-Петербурга ой, простите, тогда это был еще Ленинград говорила о том, что она не может принять тех обновлений и изменений, которые пытается реализовать в советском обществе Политбюро ЦК КПСС под руководством Михаила Сергеевича Горбачева, который через год будет избран президентом СССР и окажется, собственно говоря, первым и последним человеком, носившим этот титул. Я не собираюсь сейчас вспоминать о том, что говорила Нина Андреева, каковы были причины ее выступления, как сегодня оценивать ее взгляды, справедливость оценки того, что происходило в советском обществе. Дело не в этом. Дело в самой идее. Дело в этой фразе. Не могу поступаться принципами. Фраза, которая так напоминает, я на этом стою, а могу как угодно, заканчивает эту фразу постмодерн, потому что теперь я не верю в то, что существует некая единая, универсальная объяснительная схема, программа, идеология, способ жизни, способов жизни, огромное множество, и каждый человек имеет право жить так, как ему хочется. Если общество не может с этим согласиться, то тем хуже для общества. И тем больше у нас оснований считать, что такое общество является обществом недемократическим, обществом нелиберальным. Но и здесь не окончательный приговор, потому что мы сегодня понимаем, моделей общественного развития, идеологии может существовать множество, если с точки зрения либерализма главными являются права человека, а общество и тем более государство должно стремиться к тому, чтобы обеспечивать возможности реализации этих прав человека, потому что в конечном итоге люди работают лучше, тогда, когда они имеют право быть теми, кем они хотят. Существует и другая точка зрения, точка зрения консервативная, по которой отдельный человек не делает всей погоды, отдельный человек прожить не может, отдельный человек живет потому, что существует общество, и потому, будь любезен, дорогой друг, согласовывать то, что ты делаешь или собираешься делать с мнениями других людей, от которых мы все напрямую зависимы. Ситуация непростая. Как согласовать право на индивидуальную жизнь, свободу, способы самовыражения, хотя бы с необходимостью поддержания гражданского мира в пределах одной страны? Вот тут и приходится ответить на очень важный и очень болезненный вопрос. Кто такие мы, ради блага которых политики, по крайней мере, так они об этом говорят, собираются притворять в действие те или иные громкие политические программы? Кто такие мы, с кем каждый конкретный я должен себя соотносить? Кто такие мы, с которыми я пытаюсь соотнести себя, идентифицировать себя, идентичность, с которыми я должен считать основой своей собственной идентичности? И вот здесь от этого, опять-таки, просветительского и рационализаторского мы приходится отказаться. Прежде всего, потому что мы бывают разные. Об этом говорил еще Фридрих Ницше, когда рассказывал о морали рабов и морали господ. «В каждом обществе», говорит Ницше, «есть две категории людей, тех, кого можно назвать господами, в частности, господами своей собственной жизни». Таким людям объясняем мы с самого детства, что нужно добиваться того, чего ты хочешь, что иногда для того, чтобы добиться того, чего ты хочешь, нужно приложить усилия, иногда очень большие усилия, иногда нужно невзирать на препятствия для достижения наших целей, что нужно добиваться, нужно быть успешным, нужно быть лидером и прочее, прочее, прочее. Однако, в каждом обществе есть и другая группа людей, хотите, назовите его классом, стратой, как угодно, группа людей, которых мы учим совсем по-другому. Мы – общество. Группа людей, которым мы внушаем совсем другие идеалы и ценности. Мы говорим, «Христос терпел и нам велел, в страданиях душа совершенствуется, не хлебом единым, не имей сто рублей, а имей сто друзей» и так далее, и так далее, и так далее. Иными словами, рабам объясняют, что хорошо быть рабом, а господам объясняют, что хорошо быть господином. И та, и та концепция мирно сосуществует в одном и том же обществе. Мирно до той поры, пока наконец, ну, судя по историческим данным, как правило, у рабов заканчивается терпение, то самое, которое должно быть у нас бесконечно, и то самое, которым у нас так активно призывают различные духовные лидеры. Заметьте, опять-таки, лидеры. Нет, это не шизофрения, это реализация, продолжение реализации просветительского и рационалистического идеала. Пока одни занимаются просветительством, другие чистят конюшни, готовят борщи и вообще говоря, создают все условия для того, чтобы мог просветать идеал эголите, фратерните, либерте. Но не для всех. Оказывается, что идеалы рациональности должны реализовываться за счет каких-то ресурсов. Закон сохранения энергии. Ресурсом обеспечения идеалов рациональности является пренебрежение, игнорирование и дискриминация всего того опыта, по крайней мере опыта, который выходит за пределы принятой схемы, который не согласовывается с принятыми правилами и нормами. Иными словами, верность идеалам рационализма, верность единой объясняющей схеме поддерживается благодаря репрессиям. Репрессии, которые нужно понимать в самом широком смысле этого слова. Репрессии социальные, репрессии политические, репрессии психологические. Точно так же, как общество подавляет отклоняющийся опыт, у нас есть такой термин девиантное поведение, точно так же, мы этот самый девиантный опыт в самих себе стараемся заглушить, вытеснить, как сказали бы психоаналитики, для того, чтобы он нас не беспокоил, не портил нам картину, в которой все размерено, хорошо, понятно, продумано и соответствует раз и навсегда установленным принципам. Вы скажете, я преувеличиваю, и любая система так или иначе модифицируется. есть пределы, до которой может модифицироваться та или иная система. Есть пределы роста, о чем нам рассказывали члены римского клуба еще лет 50 назад, но их тогда особо никто не слушал. Есть понятие стеклянного потолка, который активно используется, скажем, в феминистских исследованиях. Речь идет о том, что над каждой женщиной есть что-то вроде такого стеклянного потолка, прозрачного, невидного, невидимого, но который, тем не менее, очень четко ограничивает пределы роста индивидуальности женщины, будь то в социальном, в политическом, в карьерном, в духовном, психологическом, коммуникативном, в любом планах. Есть пределы, в которых то или иное общество, та или иная схема может быть модифицирована. Вероятно, именно поэтому социалисты, коммунисты, большевики пели «Весь мир насилия мы разрушим до основания». Именно поэтому, потому что они прекрасно понимали, то, чего хотят они добиться, невозможно реализовать путем демократических выборов. Система не позволит изменить себя до такой степени. «Вопрос только в том, что мы построим после того, как разрушим прежний мир насилия». «Мы строили, строили и наконец построили! Ура!» «Получилось ли построить другой мир, основанный на других принципах? И вот тут, к сожалению, постмодерн очень четко говорит «Увы, ребята, ничего у вас не вышло и получиться в принципе не могло». Потому что на самом деле в глубине, в основании всех политических идеологий, хороших, плохих, серо-буромалиновых, каких угодно, лежат принципы, которые не прочитываются из этих идеологий. Лежит то, что мы красиво называем дискурс, способ нашего мышления, способ нашей речи. Репрессивные практики, практики угнетения, практики подавления, дискриминации вписаны в европейскую культуру. И поэтому, если вы хотите избавить европейскую культуру от репрессивности, если вы хотите показать, вскрыть и исправить ту несправедливость, которую идеалы рационализма осуществляют по отношению ко всем людям, как тем, которые чувствуют себя вполне комфортно, так и по отношению к тем, кого мы уже признали жертвами этой системы. Так вот, если вы хотите всего этого добиться, то вам придется разрушить всю эту европейскую культуру. Юрген Хабермас показывает, как ограничивающие практики вписаны в структуру идеологии модерна. Леотар показывает, как нарративы и мета-нарративы, глобальные, объяснительные, рассказывающие структуры, определяют наш способ мышления, как на основе этих нарративов строятся и политические идеологии, и наша повседневная жизнь. Фуко показывает, как знание превращается в инструмент насилия. Насилие, которое осуществляется обществом по отношению к группам людей, конкретным индивидам, и как потом эти самые индивиды, воспитанные в этой системе насилия и репрессий, воспроизводят это насилие в своих собственных семьях, в своих собственных домах, в своих собственных головах. Разве можно избавиться? от этого несчастлимого, неизмеряемого объема насилия? В заключительных сценах фильма «Пятый элемент» персонажица Милы Йовович Лилу продолжает и заканчивает изучать алфавит английского языка, которым она уже давно пользуется, но она продолжает свое самообразование. И вот она доходит до буквы W. и видит слово war. ПОЮТ Это знание подрубает ее жизненные силы. Она спрашивает «Зачем? спасать жизнь, если вы так активно делаете все для того, чтобы ее уничтожить?» Вырезано самоцензурой. Вот поэтому возникает чувство, что для того, чтобы освободить человека от всей меры насилия и несправедливости, которые он учиняет, его нужно сначала уничтожить. Эсхатология, раздел богословия, который трактует о пришествии спасителя и конце мира, по сути дела, содержит очень страшное знание. Предполагается, что искупление грехов и уничтожение, очевидно, всей несправедливости, которую мы натворили, возможно, только через конец света. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Только тогда, после конца света, после воскресения мертвых, будет возможно начало новой человеческой истории. Той истории that was meant to be, которая должна была осуществиться с самого начала по замыслу Бога, но которую прервало грехопадение человека от падения его от Бога. Вывод, как можно догадаться, не самый позитивный. А другого глобуса у вас нет? Другого глобуса у нас нет. И если мы себя будем вести так же, как вели до сих пор и ведем до сих пор, то скоро у нас и этого тоже не будет. Поэтому, не дожидаясь конца света, когда он произойдет либо в соответствии с божественным промыслом, либо по нашему нерадению, или точнее при нашем активном участии, мы должны действовать. Я расскажу, как нам в этом от Фомы Аквинского, но это будет уже совсем другая история. «Помилуй нас Бог всемогущий и наши молитвам земли, и на русских погиб берегу си дали от родимой земли». Редактор субтитров